ну что мы готовы поехали или как принципе да кость расскажи наверное немножко сначала о себе вступительную часть какой у тебя опыт в индустрии для тех возможных тебе еще не знает лично или видел только удаленно и еще вкратце скажем так про твое текущее место работы и твои исследования так секунду меня просто начинает тормозить канал у вас такого нет нет у нас нет у нас нормально секунду одну секунду да как вам предыдущая презентация все хорошо ты слушал ну вот про рекламировали вам сорс сказали что это удобная система для интеграции так что нам сорс кстати да на слуху ой я посмотрю как я у вас выгляжу на экране все засвеченное ну ладно поехали меня зовут константин раньше я надеюсь что большинство в комнате меня знают последние пять лет я веду сайт translation rating.ru и анкетирую каждый год перевозчики компании в россии и последние пару-тройку лет на украине спрашиваю а сколько день анкетируют производственные практики и так далее последние два года идут еще проекты в англии и теперь во франции аналогичные и с 2014 года я работаю в компании мемзорс мне нравится очень делать исследование рынка и и сейчас за последний год пока был в мемзорсе мы сделали инструмент для исследования рынка технически с помощью с помощью метрик внутри системы я об этом сейчас расскажу я хотел просто немножко пояснить все ли знают что такое big data кто не знает что такое big data поднимите пожалуйста руки кости лучше думаю что там экспертно об этом бы рассказал ты уже рассказал об этом экспертно нет я предлагаю чтобы ты об этом экспертно рассказал big data это когда компании с данным огромным массивом данных пользователей например полученных из разных систем например там из тысяч магазинов или из фейсбука когда эти данные анализируют и пытаются извлечь из них какую-то полезную информацию и за последнее время появилось большое количество именно компании big data это очень быстро растущая отрасль туда же делают искусственный интеллект который анализирует эти большие данные и делать какие-то практические выводы самый банальный вариант как банальный самый близкий к нам вариант используем например компания crowd in которая сегодня выступала наверное уже примерно 500 тысяч пользователей вчера они выступали он сказал что у них 700 тысяч пользователей и один миллион уникальных посетителей еще месяц а вот у них огромное количество пользователей и сергей сделал робота который анализирует эти пользователи по их поведению какие файлы они загружают они заполняют профиль и затем этот робот определяется кому из них стоит сделать звонок чтобы предложить ему пить систему например да то есть таким образом с помощью анализа большого объема данных вручную сезисе с на 700 тысяч пользователей ни один человек не прорыщет на робот может и робот помогает сергей продавать полезно да да примерно ясно хорошо другие отрасль как бигдейт влияет на волна например у него система где они сдавали в магазине полки в аренду большому количеству поставщиков и естественно возникает множество проблем сдаешь полку один товар быстро распродается другой товар мельно распродается сидит на полке нужно менять его цену вверх-вниз например если что-то не продается понижать цену если что-то улетает как горячие пирожки нужно больше заказать таких же пирожков в китае например но это не просто сделать если у вас несколько сотен товар мемблаком тоже они посадили роботы которые это анализировал искал тренды и они существенно оптимизировали свой бизнес сократили поддержки увеличили прибыль таких примеров много мой любимый пример третий это в дублене позавчера обсуждали с для дейтинга для знакомств и обсуждали их конкурента компания называются окей кьюпи окей кьюпи тоже дейтингом сайт переведен на несколько языков они анализировали вопросы которые друг другу задают будущей пары и потом смотрели как ответ на эти вопросы влияют на получится ли что-то на первом свидании или нет и там у них множество статей на которые они сделали например если девушка говорит что не нравится успево значит на первом свидании на 71 процент шанс большее что-то получится то же пример того как роботы работают бигдейта но у нас не дейтинговой индустрии у нас переводческой индустрии но я тоже очень был рад когда я получил возможность измерять огромное количество данных по большой базе пользователей и сейчас я тогда перейду к слайдам и покажу вам как как это работает что с этим можно делать то есть сейчас просто появляет платформе бигдейта внутри нашей отрасли и может быть мы с вами сегодня еще не знаем как использовать уже через год через два это будет очень очень важная вещь для компаний и организации даже переводчики смогут извлечь из этого какую-то пользу но на данный момент это просто первый заход пробный шар и и вы сможете сейчас увидеть буквально вот как этот первый шар падает может быть или промахивается зависит от того как мы с вами сможем сработать не знаю сказал ли я вам достаточно телесной нет вижу что все уже устали и давайте посмотрим на картинку коротко мемсорс мемсорс это облачная переводческая платформа у нее есть память переводов как в традосе и возможно для того чтобы автоматизировать процесс раздачи файлов то есть если раньше файлы нужно было раздавать по e-mail и если у вас там 40 переводчиков этот процесс занимал очень долго то с помощью такой платформы как мемсорс а вы можете быстро раскидать файлы в нам кликали задачи то есть еще инструмент автоматизации то что для нас сегодня важно это что за пять лет как мемсорс существует он дорос примерно до пятидесяти ну может быть 70 сейчас тысячи пользователей меньше чем на крауды не конечно но это в основном переводчики компании которых большие объемы и в месяц сейчас переводится примерно сейчас уже 500 миллионов слов то есть это вагоны и вагоны и вагоны макулатуры ну или сайтов которые различные переводчики компании переводят с помощью мемсорса и в том числе они раздают задание в мемсорсе получает тогда нажимаете клик у вас открывается проузер атоматипка транс окей объяснил значит в чем ключевое различие между десктопными системами как мемок ют радос омега-т и другими и облачными с точки зрения больших данных десктопные системы и серверы всегда хранят данные внутри организации то есть если вы скажем большое бюро переводов или большая компания которая имеет отдел переводов у вас стоит свой сервер вы держите свои данные на своей стороне физически они находятся на вашем компьютере он может находиться в дата-центре или у вас в офисе под столом от системного администратора но кроме вас никто не имеет к ним доступ с облачными кошками немножко не так все организации справа такой кружочек они находятся под общим колпаком и все их данные централизованно стекаются на сервер компании то есть можно по всей базе пользователей посмотреть что происходит какие тенденции даже не залезая в перевозки данных раньше это может быть не имело значения но сейчас когда облачные платформы становятся большими я думаю что не только мимсорс но и другие облачные платформы типа smartcat xtm и проще разрабатывать аналитику данные становятся настолько большими что из них уже можно извлекать полезные выводы для анализа рынка посмотрите вот здесь на графике это число задач которые переводчики выполнили в мае 2016 год как вы видите почти 2 миллиона задач и почти 800 миллионов слов это огромный объем информации совершенно различных языковых парах с разными уровнями автоматизации из этих данных можно делать очень интересные выводы да ну то есть должен показать что фактически облачная может дать высоко на всю отрасль можно видеть потоки пример можно увидеть какие языки растут какие языки падают по объему как работает машинный перевод памятный перевод какой может быть влияние этих метрик которые я уверен появится очень скоро у всех ведущих игроков может быть мы здесь первым или одни из первых кто будем но давайте оценим как это влияет на отрасль как это влияет на вас если вы переводческая компания то у вас появляется возможность сравнить свои данные с данными отрасли со среди отраслевыми вы можете посмотреть где например у вас слишком высокие расходы по сравнению с отрасль и начать это оптимизировать получить в итоге большую прибыльность если вы переводчик то теоретически можно было бы внедрить между многими организациями общую метрику качества и тогда если вы сделали несколько работ в какой-то тематике для годной организации и получили оценку внутри системы эта же метрика может быть использована для того чтобы зайти на другую организацию я хороший переводчик и фактически там в течение трех лет может быть или двух лет если эта штука выгорит то больше не нужно будет бесплатных тестов представляете то есть организация ищет переводчика который очень хорошо переводит скажем с ноуборда с арабского на на японский так вот переводчика найти очень сложно но если это большая платформа и в ней есть такая аналитика то его можно не только найти сразу но и протестировать то есть не тестировать а просто посмотреть его результаты потому что есть техническая метрика которой можно доверять вы представляете насколько это может изменить отрасль да то есть вы сможете если вы переводчик компании находить таких людей если вы переводчик вам не нужно будет делать тест и когда вы специализируетесь какой-то очень узкой тематике это будет очень очень ценно для ваших заказчиков ну понятно что это также работает для заказчиков переводов они могут следить насколько эффективен их внутренний персонал по сравнению с отраслью например сейчас уже очень много предприятий которые отработают работать но они не знают у них может быть идет сравнение одного переводчика другим или другим но они не знают насколько эффективны эти люди работают в сравнении с отраслью Они не могут оценить, эти люди не имеют стимула профессионально расти, например. Есть же предприятия, которых считается нормой перевести 2-3 страницы в день, и все хорошо. А в то же время фрилансеры изо всех сил стараются над 10 страницами, они могли бы для такого предприятия быть очень ценными, но предприятия не знают об этом. Если есть большие данные, доступ к этим данным, то это может измениться. То есть люди, кто более профессионально работает, кто старается, кто работает над собой, в более прозрачной среде будут иметь преимущество. Ну а для поставщиков технологий здесь бонус какой, что можно следить за трендами в рынке, тенденциями, смотреть, где были точки, и находить решения, которые могут оптимизировать. То есть это то, как это теоретически может повлиять. Здесь у меня просто слайд про то, что есть несколько идей, как сделать единую метрику качества и, в общем-то, убить бесплатное тестирование в отрасли. Одна из идей, например, у Таоса. Таоса – это такая компания, которая занимается сбором данных для построения движков машинного перевода, для организации каких-то своих инструментов. Они делают инструмент общего качества, который называется DQF. Идея в том, чтобы все кошки были подключены к одной системе качества. И через кошки, то есть через cat tools, заказчики использовали одну и ту же метрику качества. Сейчас качество всех принимают по-своему. Кому-то важно число багов на тысячу слов, кому-то важно, чтобы терминология была соблюдена, а кому-то важно, чтобы маркетинговый текст давал такой же эффект в переведенном языке, и люди покупали. То есть тяжело было бы найти три организации в одной конференции, у которых система качества совпадала бы на 100%. И это зло, потому что, естественно, это приводит к конфликтам, к непониманию, что же такое хороший перевод. И big data внутри одной кошки, и DQF – это две разных идеи о том, как можно было бы эту проблему решить. Мне нравится, как эту проблему решила, например, Upwork. Upwork – это одна из крупнейших бирж фрилансеров в мире, если не крупнейшая. И у них есть, например, тесты. Свои собственные, практически по любой тематике. Немецкая терминология по машиностроению. Он может пройти тест, и человек, который потом ищет фрилансера, он может искать фрилансера с результатом среди лучших 10%, среди лучших 30%, в зависимости от того, сколько людей прошло этот тест. То есть, если, например, 10% – это только два человека, то 30% может быть даст информацию 50 человек. Из них он сможет выбрать. Очень прозрачно, очень понятно. И есть ему стремиться. То есть такой определенный транслировой стандарт. Может быть, такой же можно было бы применить к реально профессиональным переводам внутренней нашей отрасли. Такой же. Здесь слайд про то, как система работает, но если системных администраторов в зале нет, то я просто пропущу его. Вкратце объясню, что у нас есть сама система, которая вертится на примерно 200 серверов или даже больше. И мы дополнительно к этому делали аналитический такой паб, Data Warehouse, он называется, на отдельную программу обеспечить, на отдельном классе серверов. И к нему прикрутили бесплатную платформу визуализации данных, с помощью которой можно по этим данным настроить графики. Она называется Kibana. И там мы сделали примерно 200 переменных, в которых можно эти данные серверовать. Получается довольно... Вот, собственно говоря, как выглядит штука. Здесь очень много чего можно выбрать. И построить из этого графика. Соответственно, я с этим работаю. И мне можете написать, если у вас есть какая-нибудь интересная идея, что можно было бы измерить по большой базе пользователей, по рынку, например. Объем по языкам. По-моему, вот как раз здесь, на этом слайде, объем по языкам. Или, может быть, что-то еще. То есть, что можно измерить с помощью текущей системы уже? Это показатели использования памяти переводов, машинного перевода, производительность труда переводчиков, менеджеров, проектов, маржинальность бизнеса по каждому проекту и работе. Прикольно же было бы знать, сколько денег, сколько прибыли они получили с определенного проекта с учетом, не только их маржи на переводчике, но и с тем, сколько проект-менеджер времени потратил. Это уже, в принципе, можно было бы отслеживать. И на основе этого делать какие-то уведомления. Например, если переводчик переводит слишком быстро, скажем, 100 страниц в день, то стоит посмотреть, как он это делает. Не запускает ли он все эти 100 страниц в Google Translate. Представляете, если у вас сидит менеджер проектов, хоп, ему приходит письмо. Ваш переводчик Иван Обломов перевел за вчерашний день 100 страниц. Давайте проверим, чудо это или ловкость рук и никакого мошенничества. На практике, когда я начинаю анализировать эти данные, получается, что все не так просто. Естественно, без труда не выловить рыбку из пруда. И данные нужно чистить, понимать, как их использовать. В системе много тестовых данных. Иногда люди загружают файлы и не переводят их, или не заканчивают перевод. То есть для того, чтобы получить любой практический показатель, нужно потратить примерно неделю ковыряния над данными, в том числе с участием разработчиков. Теперь теоретическая часть закончена. Мы переходим к практической части. Это как бы примеры того, что мне уже удалось накопать. И, возможно, вы здесь найдете что-то, что влияет на вашу работу. То есть данные по большой базе пользователей. Слева круговая диаграмма. Это использование памяти переводов. То есть вы видели, какое количество работ создается в мемсорсе каждый месяц. И 85% этих работ создаются с использованием памяти переводов. То есть люди загружают, прикрепляют файл памяти и получают с этого какую-то экономию. 15% этого не делают. Не знаю, зачем они пользуются в мемсорсе, но, может быть, им это не нужно. А вот терминология – это совершенно другой вопрос. То есть только половина проектов создается с использованием терминологической базы. То есть если память автоматически прогоняет, дает экономию, то терминологическую базу заводят только люди, которые хотят серьезно к этому подойти. сохранить терминологию в течение долгого времени. То есть они могут добавить в течение перевода термин в базу, потом оттуда получить. Но половина этого не делает. Этот слайд, мне кажется, самый-самый интересный. И он показывает, какую экономию компании получают за счет использования памяти переводов. По ICX, по горизонтали, к сожалению, у меня нет лазерной указки, чтобы сейчас вводить по экрану. Я не могу вводить пальцем, но, может быть, Кирилл это за меня сделает. У тебя есть мышка, я тебе подскажу. Мышкой можешь вводить. А видно мышку? Конечно. Вот это – это большие пользователи, у которых большой объем перевода. Да, мы видим. Значит, по вертикальности – это общий объем, который они переводят в процентах. То есть здесь не указано, что ни имена пользователей, ни какой объем они переводят. Но здесь большой объем. В сумме здесь 9 миллиардов слов. Мне тяжело сказать, сколько это страниц, но это очень много. Наверное, подвижной состав наполнен учебниками. Примерно так. И цвет использования памяти переводов. То есть снизу начинаются повторы, потом мэтчи со совпадением 101%, то есть с контекстом, потом 100%, 95%, 85% и так далее. То есть в сумме они чем жирнее, тем больше экономия. Соответственно, мы можем увидеть, что нормальные пользователи, которые серьезно к этому подходят, в своем объеме, в целом, с учетом всех разных языков, всего нового контента, получают примерно 30%, иногда до 40% экономия за счет памяти переводов. Я перемножил, соответственно, вот эти 9 миллиардов на 30%, и среднюю стоимость страницы я взял где-то 12 центов. Слово. И получается, что если взять теоретические параметры, то вот эти люди за счет использования памяти переводов сэкономили 300 миллионов долларов. Это всего за 6 месяцев работы в этой выборке. Неплохо. Теперь про машинный перевод. Значит, слева в каких языковых парах используется в текущий момент машинный перевод. Значит, вот эти голубенькие отрезочки, вот здесь, это пары с машинным переводом, то есть это сегменты, которые выполнены с машинным переводом. А темные – это сегменты, которые выполнены без машинного перевода. То есть можно увидеть, что, например, английский на китайский чаще делают с поддержкой машинного перевода. В целом машинный перевод внутри нашей системы примерно 31% проектов делается. И любопытное наблюдение, что в основном люди не делают свои движки, они не обучают, а используют дженерики, то есть движки общего плана от Microsoft и Google. Специально для Светланы есть и процент проектов с SGL-беглову. А вот здесь я решил посмотреть, насколько же люди используют именно в процессе, как они применяют машинный перевод. Значит, здесь по оси X будут языки различные, а по оси Y – то же самое, уровень совпадения. То есть внизу MT-мэч 100%. То есть это значит, что человек, переводя, просто увидел, что машинный перевод его устраивает, он сохранял сегмент и больше ничего не сделал. То есть он никак не поменял машинный перевод. А чем дальше, тем больше он поменял машинный перевод. То есть примерно 10% по разным языкам, меньше, например, по португальскому, но испанский, идет без какого-то редактирования. То есть уже примерно 8-10% времени сэкономлено. Фум, поставил и пошло дальше. А этот большой объем, практически 80%, это то, что человек подставил из машинного перевода сегмент, а потом его как-то отредактировал. Или немножко, или посильнее. Любопытное наблюдение, видите, здесь есть, что с английского на русский почему-то большая часть проектов этой выборки идет без машинного перевода. То есть не везет нашему языку. Но с русского на английский нормально. Мне кажется, таких данных еще пока ни у кого не было. И это проливает свет на то, как можно использовать машинный перевод. Представляете, 80% сегментов люди подставляют из машинки. И потом редактируют. То есть с нуля пишут очень небольшой процент контента. Но это не касается английского на русский. Здесь. Это выборка только 20 миллионов слов. То есть не такая, тоже самое существенное, но не миллиарды. Вот это интересно будет переводчикам. Значит, сколько люди переводят в месяц. В страницах. Я взял данные за апрель 2016 года. По оси X у нас идут переводчики. Тысяча переводчиков, которые… То есть это не все переводчики в системе. У нас есть переводчики, которые имеют собственный аккаунт или учетную запись. И переводчики, которых пригласили в систему агентство переводов и дали им доступ. Соответственно, здесь идет речь только о тех, кого пригласили. Я взял первый этап работы. То есть данные кое-где могут быть искажены, если агентство переводов не разбивает работу на нескольких этапах в цепочке, а просто, например, берет, открывает редактором в том же этапе. То есть вот эта первая часть, кто переводит больше 30 страниц в день, это, скорее всего, когда кто-то редактирует, а не переводит. Но вот в целом вы можете видеть, что очень много переводчиков, которые делают больше 10, между 10 и 20 страниц в день. Достаточно стабильно. То есть это речь идет не о том, что они сегодня сделали 10 страниц, а о том, что они делают 10 страниц каждый день. Впоследствии считается отраслей, что в день переводчик должен переводить 6-8 страниц. Может быть, чуть-чуть больше. Но, как вы видите, эффективно переводчики делают намного больше. Повод задуматься. То есть если для остальных людей нормально делать больше 10 страниц каждый день, то какая должна быть ваша продуктивность? Вот прикольный слайд по продуктивности менеджеров переводов. Это тестовая организация. То есть я случайно назвал менеджеров проектов, чтобы никого не затрагивать. Сколько кто сделал проектов в месяц? Теоретически можно посмотреть это для своей отдельной организации, а можно, например, сравнить с тем, сколько законченных работ делают в целом в облаке. И тогда мы видим, что, например, большая часть менеджеров проектов делает от одного до 100 проектов в месяц. И если вы делаете больше 100 проектов в месяц как менеджер проектов, то вы в 10% лучше. Потом вы применяете эти данные на свое бюро переводов, и вы видите, например, что вот у нас 7 менеджеров делают работу лучше, чем 90% менеджеров отрасли. Не повод ли это дать им большую зарплату? Или похвалить как-нибудь? Ну а, скажем, Ольгу и Барбару уволить? Или потренировать? То есть такие данные можно было бы использовать для управления организацией очень эффективнее. Ну или, может быть, Ольга или Барбара здесь делают не маленькие проекты, а какие-то очень большие, сложные. И тогда 10% это очень много. В общем, это практически все. Здесь я хотел бы сказать, что лимитов практически нет у этой системы. Нам нужно только придумать, какие данные влияют на нашу работу и какие данные стоит измерять. И фактически можно получить все, что угодно. Мы ограничены только нашим воображением. И что вы сейчас можете сделать, это вы можете написать на письмо с вашими идеями, что стоило бы измерять, каким образом организации могли бы получить пользу, если бы могли сравнить данные друг друга. Понятное дело, что мы не можем показывать данные ни одной индивидуальной организации, но мы можем сделать средние отраслевые и вывести какой-то отраслевой KPI. И этого раньше не было. Подскажите мне, что вы хотели бы отслеживать, и мы можем попробовать это сделать. Ну и, конечно, вопрос конфиденциальности. Какие данные ни в коем случае не должны быть опубликованы. То есть, понятное дело, что мы никогда не будем логиниться и получать доступ к данным пользователей переводческим, но есть еще и данные по продуктивности. Возможно, не стоит сравнивать двух конкурентов, если каждый из них может вычесть свои данные и получить цифры у второй компании. То есть это может быть хороший вопрос. Я думаю, что у многих из вас полномерно возникнет вопрос, что это все зло, компании начинают следить за нами. Но я бы предложил вам посмотреть на это с другой стороны. Аналитику делают сейчас практически все инструменты. И в течение нескольких лет, точно так же, как отслеживание в Гугле и в Фейсбуке стало нормой, станет нормой вот эта прозрачность, возможность иметь данные для того, чтобы принимать обоснованные решения, для того, чтобы получать вот эти вот уведомления, что происходит с компанией. Я думаю, что это стоит рассматривать как процесс, от которого невозможно отказаться, и нужно его возглавить. Попробуйте поставить себя на место разработчиков технологии и подумайте действительно, что могло бы помочь, что могло бы сделать наш отрасль более продуктивный и более полезный для наших заказчиков. Я думаю, что в этих данных можно было найти очень-очень много примеров того, что нам помогает. И спасибо. Плюсуйте мне на этот адрес по этому вопросу. Кирилл, сигнал прерывает, и тебе нужно повторить вопрос. Ага. Я говорю, как ты думаешь, big data в нашей индустрии может быть товаром? Товар? Да. Типа commodity? Да. Ну, я имею в виду, этими данными можно торговать? Я думаю, что нет. Я думаю, что я буду выкладывать все данные, которые я получу, просто в открытый доступ на блоге Минсорса. Ну, к примеру, Common Sense AdWords может купить данные у Минсорса и использовать потом в своих платных отчетах? Это данные не Минсорса, это данные наших пользователей. Соответственно, каждый пользователь владеет своими данными. Мы смотрим только на общие тенденции в отрасли. И я не вижу никакого смысла подавать эти данные кому-то, когда они будут выложить в открытый доступ. То есть вы готовы делиться без проблем? Да. Напиши мне, какие данные ты хочешь получить. Я получу их из системы, выложи их в блог. Я сейчас передам микрофончик, продолжу мой вопрос, я так понимаю. Да, здравствуйте. Владимир, вопрос в продолжении, еще плюс один мой. Есть ли техническая возможность доступа в системе к персональным данным? В принципе, как вариант, не обязательно ей пользоваться. Есть ли вообще такая возможность? Это раз. И, во-вторых, различие локального сервера для организаций. Он соединен с облаком глобальным или же он является только локальным серваком, который локально хранит данные и любые входы с внешних IP-шек он просто будет отсеивать? Спасибо. Окей. У Memsource нет private cloud. Я не знаю, отвечает ли это на вторую часть вопроса. Memsource только общее облако, где все данные едины. Мы не поставляем private cloud. Я знаю, что другие поставляют. Smartcat поставляет, Worldby, по-моему, поставляет, XTM поставляет. То есть у них, когда они сделают так уже аналитику, у них, я думаю, это будет. У нас только общее облако, и пользователи могут получить данные к нашим серверам обработки данных. То есть они могут получить доступ к Elasticsearch для своей организации. А есть ли в планах запилить именно локальное охранилище, которое будет оторвано от вашего клауда? Нет. В принципе, нет. У нас принцип multi-tenant cloud. Мы построены на коллаборации пользователей. И общая идея, что у нас можно создать проект на своей стороне и отдать его клиенту. Или клиент может создать проект на своей стороне и отдать его вам. Это невозможно справить клаудом. А вы не учитываете тот факт, что весьма многие организации, которые работают с confidential data, то есть коммерческие в том числе, откажутся от моделей в принципе как таковой, поскольку защита данных будет зависеть не от них, а от третьих лиц. Ну как бы в том числе от мемсорса и разрабов, которые будут обеспечивать и саппортить систему. Это понятно. Но наша политика такая, что у нас сильная система защиты данных. И частной организации очень сложно воспроизвести систему, которая хотя бы близко подходила бы к нашему. Да, то есть среднестатическая организация не может делать настолько же высокую защиту данных. Если это суперконфиденциальные данные, люди обычно просто не работают с мемсорсами. К чему я веду. Но у нас много компаний, которые работают. И это их устраивает. Понял, спасибо. Включен микрофон, секундочку. Снизу. Костя, у меня два вопроса. Во-первых, я хотела спросить, могу ли я, будучи вашим клиентом, отказаться от того, чтобы мои данные становились частью бигдейта. То есть информированное ли это мое согласие. То есть я, допустим, хочу работать с вами, но не хочу, чтобы мои данные поступали в этот пул. Мы только добавили возможность. И условия использования мемсорса подразумевает, что данные обрабатываются. Но я думаю, что в будущем, если мы будем развивать это направление, то да, у нас будет какой-нибудь чекбокс в системе, который позволит исключить. Но пока не могу, да? Ну, то есть пока по умолчанию… Пока нет, мы не обрабатываем ваши переводческие данные, мы обрабатываем только число проектов. Мой второй вопрос как раз связан с тем, что мне кажется, не совсем правильно сравнивать здесь обработку данных с теми, которые обрабатываются, не знаю, там, Гуглом или Фейсбуком. Потому что в Translation Memory данные складывают совсем не владельцы контента. Владельцы контента об этом даже вообще могут не знать. И мне кажется, что здесь как раз стоит вопрос именно информирования о том, что происходит, поскольку, насколько я слышу разговоры об этом, как раз состоит страх в основной в том, что ты являешься владельцем контента, и потом он мало того, что куда-то поступает, еще и подобным образом анализируется. И применив там какие-то базовые аналитические навыки, можно, в общем, достаточно многие выводы сделать. Но мой вопрос, собственно говоря, состоит в том, что у меня лично возникает некоторый такой когнитивный диссонанс. Вы очень хорошо умеете делать традиционные опросы. Не кажется ли вам, что вы могли бы те же самые результаты получить уже непосредственно от владельцев контента, если они вам на сформулированные вами вот такие же вопросы, а какова эффективность ваших, там, не знаю, топ-10 менеджеров, а каковы ваши объемы, переводы вместе и так далее. То есть именно спросить не тех, кто складывает все в Translation Memory, а именно владельцев контента, не получите ли вы традиционным способом те же самые ответы, но и от людей, которые будут отдавать себе отчет в том, какую информацию они вам дают. Окей. Теоретически это возможно. На практике люди, когда участвуют в опросах, перевирают свои данные. Или сравнивают яблоки и апельсины. То есть у одних проекты большие, у других проекты маленькие и так далее. Не факт, что людям будет актуально именно число проектов в системе. Здесь чисто вопрос того, что оно будет нужно пользователям для того, чтобы сделать их работу более эффективной. Возможно, внутри MinSource аналитика, которая будет сделана в личном кабинете пользователя, она будет не отчисляя проектов, а может быть она будет на моей главной клиенте, или моей главной тематике перевода, моей самой большой памяти, мой левередж на память перевода. То есть здесь все зависит от того, что реально нужно пользователям. То, что я сегодня показал, это просто пример того, что может быть сделано. Я думаю, что не только мы, любая кошка, в том числе и SDL, в ближайшем будущем обзаведется подобной системой. И мы не сможем от этого отказаться. Это будет внедрено в отрасли, потому что это делает нас более прозрачными, более эффективными, дает возможность для использования тех же роботов и искусственного интеллекта. То есть возможно открывается очень много. И в любом инструменте это будет. Безусловно, но я именно от крупных клиентов слышу серьезные опасения о том, что их контент таким образом еще и дополнительно анализируется. И мне кажется, что если вы собираетесь заниматься этим направлением, по сравнению с традиционными опросами, которыми вы занимались, то у вас должны быть какие-то совершенно железнобетонные аргументы, почему этот вид аналитики вы считаете более перспективным, более достоверным, по сравнению с традиционными опросами, проводящимися вообще-то среди владельцев контента или владельцев процессов. Просто вот такой комментарий. Ну, этот вопрос очень простой. Что данные единообразные, полученные из единого источника и более точные. Они отражают реальность, они не представляют его пользователя. Ну и отвечая на первую часть вопроса. Пользователи же говорили, что облачные кошки не переживут, потому что в них нет консиденциальности. А практика показывает, что только облачные кошки сейчас и растут. Я думаю, что это просто вопрос времени, прежде чем этот персепшн в отрасли изменится в пользу использования этих данных. Здравствуйте, Костя, это Ким Роси. Здравствуйте. Здравствуйте, Костя, это Ким Роси. Очень рад вас видеть. Очень жаль, что вы не смогли к нам присоединиться. Вы сказали, что... Вы не верите, что будет рынок для Big Data. Или, может, я вас неправильно понял? Вчера в своей презентации я предсказал, что будет рынок для таких Big Data. Может, давайте с вами поспорим, что через три года я бы даже поставил на один год. Ну что, я был прав. Что вы думаете? Давайте побьемся в заклад, что я был прав. Давайте на водку. Давайте на Арманьяк лучше. В 60-х годах поспорим. Хорошо, через три года увидим. Почему я спрашиваю? Вы правы, такого рынка еще не существует. И из-за многих технических, юридических ограничений, вопросов, связанных с конфиденциальностью, как поддерживать конфиденциальность, например, личных данных, как анонимизировать эти данные. И также эти вопросы касаются прав собственности и различных сторон, которые участвуют в этих процессах, например, в больших корпоративных переводческих мемори. и как получать оплату за такую аналитику. Сейчас нет системы, которая бы отслеживала такие данные и передавала бы их онлайн. Чтобы там было какое-то автоматическое контрактирование. Но системы пока нет, но уже есть технологии. Но я оптимист, эти данные пока не используются, но я уверен, что они будут использоваться и очень скоро. Потому что сейчас уже мы можем видеть напряжение на рынке, есть ожидания такого инструмента. не только для того, чтобы этим пользоваться конечные пользователи машинным переводом, но также и те, кто смогут делать деньги на таких данных. Несколько сотен или тысяч клиентов, это довольно привлекательная перспектива, не правда ли? Я проиграю намного больше, чем бутылку армоньяка. Я хотел бы здесь еще провести параллель с такой штукой, как пропагейшн-мемори. Как вы знаете, есть несколько систем, в которых пользователи могут пользоваться памятью переводов общей, которая объединена между большим количеством пользователей, если сами заливают туда данные. И, естественно, для многих инструментов, для многих заказчиков это не подходит. Но есть отрасли, например, локализация мобильных приложений, которые называются примерно одинаково. Им это очень нравится. Они могут воспользоваться общей памятью переводов и получить за счет этого эффективность и практически мгновенный перевод, на сколько языков они захотят. Для всего есть свой рынок. Для систем, где есть такой обмен и где, для нет. У нас нет пропагейшн-мемори, она, например, есть в мультикорпоре. Но это просто пример того, что общие данные, вот эта синергия, это работает. Сейчас появился новый тип интеллекта, интеллект толпы. Если раньше загадку пытался разгадать только один человек, теперь можно выложить загадку в интернет или в фейсбук и посмотреть, как многие на нее отреагируют. И, скорее всего, среди тысячи ваших друзей найдется два или три, которые найдут правильный ответ. Это новый тип интеллекта, который каким образом человечество стоит при ходу компьютеров. То же самое может быть и здесь. Коллаборативные данные – это большой тренд, и в нем огромный потенциал. И сейчас мы стоим на пороге этого первого шага переводческой отрасли в коллаборативные данные. Мне кажется, что это очень интересно, и потенциально у этого есть огромнейший эффект на всех нас. Да, пожалуйста. У меня тогда, наверное, просьба, замечание, не знаю, как это правильно назвать. Было бы очень-очень хорошо, если бы вы добавили несколько боксов, включить персональные данные в аналитику, включить темпы в аналитику и так далее. То есть, хочешь – пожалуйста, участвуй. Не хочешь – до свидания. Оно твое, оно в клауде, но как бы ты вне лотереи. Я думаю, это было бы весьма рационально. Спасибо. Я думаю, что это логично, мы это включим. Я быстро. Костя, привет. Это Сергей Ленгл. У меня практический вопрос. Какие планы по поводу открытия, включения этой функциональности в API ваш, когда можно к компаниям иметь возможность подключиться и воспользоваться онлайн-аналитикой, которую вы представляете через ваш API? Ну, как я сказал, что для пользователей – это фича. То есть, если есть какой-то высокий эдишн, корпоративный, то пользователи могут получить данные к своему аккаунту и визуализировать любые из них с помощью скибаны. То есть, сейчас они видят визуализацию только ту, которую мы уже добавили на дешбор искусственно. А если они хотят поиграть данными, они могут еще запросить доступ и поставить себе VPN, поставить себе инструмент визуализации и в этом копаться. Но это имеет смысл только для тех, у кого большие объемы данных. Один пользователь получает доступ только в своей организации. Я как раз в продолжение спрошу вопроса. Я по каждой очереди уже почти написал вопрос в Фейсбуке тебе, но уже скажу так. По поводу личных данных, когда данных мало. Возможно, мы с этим сталкиваемся часто, например, стандартный инструмент аналитики вроде абансионализа клиентов или выборки ключевых переводчиков или выборки ключевых проектов, среднего чека и других подобных метрик или количества, то есть бизнес-метрик. Возможно, система могла бы заранее помогать и обучать участников рынка бизнес-метрикам, бизнес-аналитики и заранее предлагать уже варианты модели. Потому что сырые данные это... Не очень. Спасибо. Это то, что я хотел бы иметь. Это фактически можно было бы за счет уведомлений построить целую систему помощи управления компанией. Что у вас происходит не только видеть это в графах, но и иметь сообщение. Что-то произошло в данных, что требует вашего внимания. И получать эти данные в реальном времени, не через полтора года, когда вы потеряли уже миллион. и опять я хочу сказать, что я думаю, что любой инструмент сейчас будет двигаться в эту сторону. Я думаю, что и Trados сервер тоже будет иметь эти данные. Если они вовремя похватятся. А может быть, держите. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо, Кость. Большое, было действительно интересное, актуально. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok